Приглашаю к нашему эфиру Михаила Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый. Михаил, давайте подведем итоги этой недели. Начну с фразы, которая сейчас во многих мировых заголовках. Это слова нашего президента, сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Литвы. Владимир Зеленский тогда говорил о важности остановить Путина сейчас, иначе следующими странами, на которые обрушится российская агрессия, станут Литва, Латвия, Эстония, Молдова. И наш президент сказал, что Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его. Как вы оцениваете сейчас готовность Европы закончить с Путиным? Давайте начнем с того, что президент Украины абсолютно прав. Он говорит о масштабировании эскалации, то, что мы сейчас уже видим. Это не только касается Восточной Европы, собственно, это ключевая война, это базовая война, которая провоцирует ощущение у многих, скажем так, авторитарных и террористических режимов, ощущение безнаказанности. И, соответственно, мы видим сегодня события на Ближнем Востоке, видим сегодня события в Красном море, ну, имеется в виду Йемен, видим сегодня события на Корейском полуострове, видим то, что происходит в Латинской Америке, и это только первые ласточки масштабной, по сути, войны. То есть война же гибридная, на самом деле. И, соответственно, президент как раз-таки постоянно подчеркивает важную мысль. Либо мы сегодня останавливаем главного донатора этой глобальной нестабильности, а это Российская Федерация, либо все это будет постепенно нарастать, пока действительно не приведет к обвальной масштабной войне. И вот здесь очень хороший вы вопрос задаете, он очень правильно звучит, насколько понимают это наши европейские партнеры. Так вот, как раз-таки, как ни парадоксально, именно европейские партнеры сегодня гораздо более объемно понимают все риски, которые генерирует война в Украине. Они понимают, что это разрушительно и для Европы в целом, и для безопасности глобальной в целом, и для других регионов в том числе. И, соответственно, если Путин не проигрывает, давайте так, если Путин не проигрывает, то тогда, в принципе, прогнозированного будущего ни у кого не будет. То есть, соответственно, бюджеты в безопасность будут стремительно нарастать, более того, будут везде провоцироваться военные конфликты, будет резко возрастать угроза террористических актов по всему миру, и в том числе в Европе. И, соответственно, еще раз подчеркиваю, европейские партнеры четко понимают сегодня. Звучит это следующим образом. Первое. Россия точно в таком виде существовать не должна. Я имею в виду политическом. Второе. Она может прекратить существование в таком виде только в случае военного поражения. Третье. Нету никаких компромиссных решений. Да, безусловно, есть определенные маргинальные политические круги, которые говорят о том, что можно искать какой-то компромисс. На самом деле не существует никакого компромисса. И, соответственно, политические лидеры Европы это прекрасно понимают. Четвертое. Они понимают, что инвестиции в Украину, на самом деле, это инвестиции в свои безопасности. То есть, грубо говоря, это инвестиции в гарантии безопасности для своих стран. И, соответственно, они наращивают, мы с вами это уже видим в 2024 году, наращивают и национальные пакеты военной помощи Украины, и наращивают инвестиции в военное производство на своих территориях, ну и в том числе в совместные военные производства с Украиной, ну и, соответственно, более интенсивно, что ли, работают с Украиной. Сегодня мы знаем с вами визит господина Сунака, премьер-министра Великобритании и в Украину, который как раз-таки фиксирует на юридической уже основе базовые вот эти сотруднические моменты, то есть увеличение финансовой помощи, увеличение военной помощи, совместное производство, совместный обмен разведданными, несовместная киберзащита и так далее. То есть большой пакет действительно важных составляющих, которые позволят Украине намного более эффективно выглядеть сегодня, завтра и послезавтра с точки зрения тех рисков, которые генерирует еще раз подчеркиваю Российская Федерация. Да, сегодня действительно в Киев, мы сейчас транслировали кадры, приехал высокий гость, друг нашей стороны, премьер-министра Великобритании Риша Сунак. Уже в прессе сейчас говорят о том, что будет подписано историческое соглашение о безопасности. Известно, что Британия выделит 2,5 миллиарда фунта стерлингов в помощи Украине, наибольшая в истории партия ударных БПЛА. Все это очень важно. Вы наверняка слышали, как на этот визит нервно отреагировали в Кремле. Зампред главы Совбеза России Медведев намекнул, что премьер-министру Британии Риша Сунаку по нему могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если тот подпишет историческое соглашение в сфере безопасности с Украиной. Как к этому следует относиться? Вы знаете, вот честно говоря, вот кто-кто, но Медведев это реально, я прошу прощения, позволю себе это выражение, шаромыжник. Вот вы представьте, кто был президентом России, ну как переходный президент. То есть на самом деле, конечно, полномочия у него были обрезаны при премьер-министре Путине тогда. Но вы представляете уровень вообще российской политической элиты, где Медведев играет какой-то важный информационный урок? Ну то есть, соответственно, это очень важно, что вот этот субъект произносит все эти фразы. И вот эти фразы, которые он произносит, они, на мой взгляд, совершенно точно, вернусь к нашему предыдущему обсуждению, они совершенно точно определяют модели поведения европейских или американских политиков. То есть они прекрасно понимают, что в России это доминирующая точка зрения. Вот это негодяйская, оскорбительная, гопнические угрозы, которые от трусливого... Ну вы представляете, да, Медведева? Вы посмотрите на него, да? Это максимально трусливый человек по жизни, да? Максимально трусливый, еще раз подчеркиваю. Так вот этот максимально трусливый человек по жизни оскорбляет просто максимально демонстративно, оскорбляет представителей серьезных политических кругов, там, финансовых кругов разных стран. И, соответственно, к этому нужно относиться именно с иронией, с сарказмом, да? Ну, во-первых, кто произносит? Медведев. Сразу ирония. Второе. К этому нужно относиться с иронией с нашей точки зрения, но в то же время нужно оценить, что эта элита российская невменяема, с ней нельзя ни о чем договориться, никакие договоренности работать не будут, никакие договора подписываться не будут. То есть либо Россия, это очень важно, и сейчас, мне кажется, многие это понимают, либо Россия, я имею в виду представителей политических элит европейских стран прежде всего, либо Россия, еще раз подчеркиваю, проигрывает в военном плане и идет на трансформацию, и такие, как Медведев, просто спокойно, ровным шагом, если у него получится, конечно, ровным шагом, мы понимаем еще другие особенности его поведения, идет на скамью подсудимых, и, соответственно, другая политическая элита приходит на какое-то время в России к управлению, да? Либо эта Россия будет постоянно повышать ставку эскалации, да? То есть будет финансировать разные теракты, еще раз подчеркиваю, будет финансировать разные войны на разных территориях, мы сегодня их уже видим массу, будет финансировать попытки политических переворотов, вмешательств в политические процессы и так далее, и тому подобное. Это очень хорошо, что он болтливый, еще раз подчеркиваю, он болтливый, Путин болтливый, да? То есть это очень хорошо, они просто никак не могут отойти от этой привычки, ведь до начала полномасштабного вторжения они постоянно использовали вот эту агрессивную риторику, всем угрожали, они Берлин брали, помните, да, там за 48 часов и так далее, и тому подобное, и они до сих пор не осознали два года войны, они никуда не продвигаются, они увязли в Украине, да, к сожалению для нас, они увязли, и сегодня нету никакой сильной, могучей страны под названием Российская Федерация. Есть ресурсно, да, объемно, есть страна, которая абсолютно точно не жалеет собственного гражданина, да, ну то есть это расходный материал, это мусор, да, для них и так далее, но нету мощной страны, и соответственно, но риторика у них осталась, мы сейчас, вот я даже, кстати, отошлю вас еще к словам более феерическим, вчерашним словам Путина, да, который сказал, смотрите, а мы на сегодняшний день по уровню жизни обогнали уже Германию, мы первые в Европе, равного уровню жизни Российской Федерации нигде нету в мире, да, вы понимаете несуразность этих людей, и на самом деле это ведь выглядит нелепо на первый взгляд, а на второй взгляд, вот если начинать анализировать, да, это очень важно, еще раз подчеркиваю, потому что это фиксирует невозможность с этой российской элитой, элитой в кавычках, да, проводить какие-то переговоры, договоренности, что-то подписывать и так далее, они не будут этого соблюдать, они ненавидят демократию как институцию в принципе, и соответственно, еще раз подчеркиваю, это хорошо, что Медведев много ляпает, я позволяю себе иногда такие слова достаточно брутальные, ну, грубые, но тем не менее, это именно так, потому что он не разговаривает, он именно ляпает. Малообразованный субъект, кстати, закончил, напомню вам, Ленинградский государственный университет, да, по факультету юриспруденции, вы понимаете, уровень юриспрудента по фамилии Медведев. Да, действительно много говорит, и сейчас тоже вот о том, что он говорил на этой неделе, но хочу отметить, что, может быть, Запад действительно уже начинает действовать и реагировать на вот эти все ядерные угрозы России, если раньше, вероятно, эти угрозы вызывали страх, то теперь, как мне кажется, побуждает к принятию правильных жестких ответных решений, и тот же визит Риши Суна к этому подтверждение. Вот Медведев снова же угрожал нам ядерным оружием, если Украина будет уничтожать пусковые установки для ракет, которыми, собственно, сторона террорист нас обстреливает. Потом этот же Медведев заявил, что серия недавних ракетных ударов по украинским городам, в конце прошлого года и в начале этого, подтверждает, как он сказал, эффективную, успешную работу оборонной промышленности России. То есть, другими словами, убийство тогда порядка 80 человек, мирных украинцев, и в том числе детей, Медведев называет успехом российского военно-промышленного комплекса. Михаил. Да, вы абсолютно правы, не имеет смысла, конечно, сейчас обсуждать Медведева по одной простой причине. Для того, чтобы увидеть настоящего Медведева, его нужно будет поместить в условия судебного процесса. Вот тогда вы увидите расползшегося, ноющего, хлыкающего, трусливого человека, таким, каким он на самом деле является. Все это его угрозы, бравирование это, потому что он думает, что он сидит там где-то в бункере, и, соответственно, никакой ответственности не будет нести, ни физической, ни юридической. Немного пусть подождет. Это все нормально. То есть, такие люди, они, в принципе, совершенно иначе раскрываются в рамках, еще раз подчеркиваю, законных процедур, где будут уточнены у него позиции. Надо ли считать убийство мирных граждан другой страны твоим правом, да, субъект Медведев? Вот ему будут заданы эти вопросы, и дальше вы увидите совершенно, еще раз, потекшего, скулящего человека. То есть, нам как бы нет смысла, еще раз подчеркиваю, важно, что он это произносит, потому что на Западе должно быть устойчиво сформированное мнение, эта элита не дееспособна, не договороспособна российской. Это очень важно, что они продолжают это все говорить. Теперь вернемся к угрозам ядерного оружия и скорости принятия ответных мер. К сожалению, страны демократии медленнее реагируют на все, чем хотелось бы нам, потому что, в принципе, быстрота реакции – это как раз-таки быстрота инвестиций военные производства, быстрота поставки дополнительных военной техники, ускорение тех процессов, которые мы видим по линии фронта и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, тем не менее, если демократия разворачивается, то есть они разворачиваются явно в сторону финального решения по России, то, соответственно, если это решение уже принято, то оно в любом случае будет доведено до конца. Будет улучшена система санкционного давления на Россию, будет улучшена система блокировки возможности России продавать там сырую нефть и так далее и тому подобное. Кроме того, страны Запада проводят анализ того, что происходит сегодня на том же Ближнем Востоке, в том же Красноморье, прекрасно понимают, что большая заинтересованность в этих инцидентах, опять же, в Российской Федерации, не только у Ирана, понятно, но и в Российской Федерации и так далее и тому подобное. И, соответственно, они постепенно как раз-таки структурно подходят к решению. Проблему России действительно нужно решить, а не отложить, как это традиционно было принято. Это, да, помним войну в Грузии, проблема России отложена, помним войну, первый этап войны в Украине, 2014 год, решение по России отложено, помним войну в Сирии, решение по России отложено и так далее и тому подобное. То есть сегодня структурно оформляется вот это понимание, что нету больше опции отложить решение по Российской Федерации. В таком виде Россия, если будет существовать, угрозы будут только нарастать. И эти угрозы, отвернувшись от них, ты точно не решишь. Вот это важно. И, соответственно, неплохо, еще раз подчеркиваю, мне очень симпатично, что субъекты типа Медведева продолжают вот эту свою безумную риторику. Вы прекрасно понимаете, в психиатрии есть понимание, что если человек очень труслив, то он будет, знаете, выходить такой надувающийся индюшок такой, да, и брутально так всем угрожать и так далее. Почему? Потому что он компенсирует таким образом свою безусловную внутреннюю трусость. Вот это они, собственно, и должны продолжать делать для того, чтобы... Политические элиты стран Запада не возвращались вот к этому своему такому состоянию. А давайте все-таки с ними о чем-то разговаривать. Вы не можете разговаривать, не имеете даже права разговаривать с абсолютно невменяемой политической стороны агрессора. Да, и причем нужно не забывать, что Медведев представляет страну, которая является постоянным членом Совета Безопасности и ООН. Медведев занимает высокий пост в стране под названием Россия. Медведев бывший президент этой страны, и сейчас он называет успехом убийство мирных людей в другой стране, которая тоже в составе ООН, Украина. Вот это вот парадокс, ужас. Скажите, если бы действительно ООН была действенной организацией, и следовала своему предназначению, призванию, своему статуту, какой в идеале должна была быть сейчас реакция вот на такие кровавые заявления? Сейчас мы говорим о ООН, да? Но прежде всего я хочу еще раз подчеркнуть. Смотрите, Российская Федерация в течение 30 лет маскировала свою истинную сущность, которую она реализовывала через программы агрессии в Советском Союзе. То есть они атаковали одну страну, вторую, третью. Там не только Афганистан, там целый ряд африканских стран. То есть экспансионизм, агрессия, массовые депортации, убийства и так далее, это всегда было сущностью так называемого русского мира. Не культурный продукт, потому что культурный продукт, как правило, либо он маскировал истинное лицо русского мира, либо, собственно, продвигал в рамках пропагандистских программ русский мир как агрессивную идеологию. Вот сейчас они перестали маскироваться. То есть они сейчас абсолютно точно сбросили все маски и конкретно показывают. Смотрите, русский мир – это обязательно насилие, это обязательно нищета, это обязательно массовые убийства, это обязательно депортации, геноцид, захват чужого имущества и так далее и тому подобное. И поэтому сейчас либо мы ставим точку в продвижении вот этого классического русского мира вместе со странами демократии, либо этот русский мир будет расползаться по миру как такая зловонная жижа и будет, знаете, отравлять естественное существование современной человеческой цивилизации. Это очень важный параметр. Теперь, что касается международных институтов. К сожалению, их нет. Вот нет институтов международных, которые бы четко и правильно работали в рамках своих уставных документов. Это касается не только, кстати, ООН, потому что единственный способ правильной реакции организации объединенных наций – это абсолютно точно молниеносная приостановка членства России и в Совете Безопасности, и, собственно, в ООН, потому что Российская Федерация обнулила несколько статей устава ООН, безусловно, нарушив его. Ну, я уже не беру тот факт, что юридически Россия находится там абсолютно незаконно с 91-го года, и можно было бы даже, используя этот механизм, приостановить ее членство до момента, пока вот эта юридическая коллизия не будет урегулирована. Но так или иначе, мы с вами видим, что Россия использует Совет Безопасности как промо-площадку для агитации других стран. Насилуйте, убивайте и так далее. То есть это промоутирование войны. Есть другие организации, да, такие же международные, которые, конечно же, поощряют войну. Например, Международный Олимпийский комитет, несомненно, который до сих пор позволяет российским и белорусским спортсменам надеяться на участие в Олимпиаде, и, скорее всего, они будут допущены, да, под нейтральными флагами. Но это граждане страны, соответственно, это российские граждане, это те люди, которые очень часто принимают участие в пропагандистских программах, поддерживающих войну. И вот они приезжают на международное олимпийское событие, да, и будут промоутировать, опять же, войну. Другие страны, страны с нейтральной позиции, будут видеть что? Они будут видеть, даже если ты убийца, то ты все равно имеешь право это демонстрировать, на всеобщее обозрение выставлять. Соответственно, для меня это загадочно. То есть, грубо говоря, вот многие международные институты, на самом деле, поощряют Россию на продолжение агрессии, убийств, насилия и так далее. С этим, конечно же, нужно работать, об этом нужно говорить. Вы правильно делаете, что периодически поднимаете вопрос о несоответствии собственной организации под названием ООН, тем уставным задачам, ради которых она создавалась. Да. Михаил, известно, что на следующей неделе, с большой вероятностью, наш президент будет в швейцарском Давосе. И вот Блумберг, со ссылкой на источники, пишет, что там должна состояться встреча Владимира Зеленского с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. И, мол, Белый дом желает видеть четкий план ведения войны, чтобы Украина все детализировала и обсудила с американской стороной буквально в ближайшие недели. В том числе, как сообщает источник этого агентства, ООН беспокоен разногласиями между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что якобы замедляет усилия по разработке новой стратегии. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, непонятно, какие источники сообщают это Блумбергу, но требования от нас четкой военной стратегии войны, плана на 2024 год. Это нормальный процесс или это элемент некого давления на нашу страну и, возможно, принуждение к какому-то своему плану, как, например, мы знаем, США принуждает Израиль смягчить военную операцию в секторе газа, и это вызывает недовольство израильских властей и военных? Ну, во-первых, безусловно, я не буду комментировать визит, возможно, визит президента в ту или иную страну, потому что с точки зрения безопасности мы это никогда не анонсируем. Давайте дождемся, собственно, событий, давайте дождемся до лоского форума, и тогда будем уже говорить. Это первое. Второе. Что касается сценарных планов на 2024 год у президента, который постоянно регулярно проводит военный кабинет вставки, безусловно, понимание о том, как 2024 год будет проходить с военной точки зрения, с точки зрения обеспечения, теми ресурсами, которые необходимы для этого этапа войны, конечно же, присутствует. И, безусловно, я не рассматриваю обсуждения с партнерами, с любыми партнерами на любых уровнях, те, которые входят в проукраинскую коалицию, предоставляют нам определенный ресурс. Понимание того, как будет действовать Украина, понимание того, сценарно, как будет дальше развиваться война, я не рассматриваю это, безусловно, как давление какое-то. Нет, наши партнеры точно хотят понимать, как будет развиваться этот этап войны, потому что это будет определять те объемы инструментов, которые нам будут нужны, которые они будут нам передавать, те объемы поддержки, военной, прежде всего, ресурсно-военной поддержки, которая нам нужна для... Ну, то есть, грубо говоря, партнеры должны будут нам предоставлять помощь, исходя из тех сценарных задач, тех планов, стратегических или тактических планов, которые мы будем реализовывать в 2024 году. И, безусловно, президент в этом смысле наиболее объемен в понимании того, как будет 2024 год происходить с военной точки зрения, как он будет происходить с точки зрения обеспечения, что нам нужно от партнеров, какие переговоры нужно вести, что нужно усилить и так далее. Поэтому здесь, как раз-таки, нам, в мой взгляд, это хорошая коммуникационная возможность еще раз обсудить все важные для нас составляющие единые программы по обеспечению данного этапа войны необходимыми ресурсами. Теперь, что касается разногласий, ну, честно говоря, для меня эта тема всегда загадочна, то есть разногласия, не разногласия, я не вижу особых, мягко говоря, разногласий. Президент общается на разных уровнях с разными, в рамках, имеется в виду, ставки, в рамках того же военного кабинета, в рамках специального снабженческого делектора, общается и на уровне Министерства обороны, и на уровне Генерального штаба, и с представителями разными Генерального штаба, включая и господина Залужина, и господина Шабталу, и с руководителями оперативно-тактических направлений, оперативных направлений. Соответственно, у президента, еще раз подчеркиваю, отношение ко всем с точки зрения, вот есть система управления, президент СЭО, который определяет стратегию, куда, как мы будем двигаться в этом году, в том числе с точки зрения войны, с точки зрения непосредственных событий по линии фронта. Дальше есть операционные директора, которые определяют тактику, вот заложенные относятся абсолютно точно к оперативному управлению, именно войной как таковой. Поэтому здесь разногласий быть не может, потому что президент оперирует информацией, которую ему передает и Генеральный штаб, и Министерство обороны, и внешнеполитические ведомства, ну с точки зрения того, что мы можем рассчитывать ресурсно, какие у нас есть инструменты, куда мы можем инвестировать дополнительные деньги, как будут развиваться события на южном направлении, на Запорожском, на Донецком. С учетом, опять же, того, что мы видим, те же разведданные, которые мы видим, что делает Россия, какой объем ресурса Россия вкладывает войну, кого она подвозит, как она проводит ротации и так далее. Поэтому я бы, честно говоря, спокойно относился к любым уровням коммуникации между президентом страны, президентом Украины и нашими партнерами. Так, да, сейчас восстановим связь, но понятна мысль, да, Михаил, которую вы сейчас озвучивали в эфире. Михаил, и сейчас, вот знаете, как раз я хотел бы, чтобы мы поговорили действительно о настоящем сотрудничестве, настоящих партнеров и союзников. Уже есть первая и важная новость по поводу визита премьер-министра Великобритании в Украину. Значит, наша страна и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Речь идет о договоре в рамках декларации лидеров Большой Семерки, принятой, как мы помним, на саммите в прошлом году в Вильнюсе, а также других государств, которые к ней присоединились. Как сообщает «Европейская правда», Великобритания стала первой страной, которая подписала такое соглашение с Украиной. Значит, обязательства Великобритании по этому документу, они будут действовать до вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил после подписания президент Владимир Зеленский. Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Великобританией, то война не началась бы, сказал украинский президент. Премьер-министр Великобритании Риша Сунак заявил, что это первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина. Он подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине летальное оружие, это правда, танки и дальнобойные ракеты, это тоже правда. И известно, что в рамках этой договоренности, она, кстати, подписана на 10 лет, договоренность в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, каждый год Украина будет получать финансовую помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это очень важный, действительно, поясине исторический документ. Это фундаментально важно. Это такой, знаете, пример для всех, формат подписания с Украиной гарантии безопасности, они фиксируют на юридическом уровне, союзнический, давайте прямо называть вещи с именами, такой формат союзнических близких отношений. То есть это важно и для нас, это важно, кстати, для Российской Федерации, чтобы они понимали, что Украина точно уже никогда не будет одна, то есть, соответственно, у нас уже есть ближайшие союзники, которые даже юридически это фиксируют, имеется в виду, фиксируют объемы военной помощи, финансовой помощи, объемы консультативной, разведпомощи и так далее и тому подобное. Это чрезвычайно важно. То есть это еще раз фундаментально закрепляет Украину как члена условного союзного альянса до момента вступления в военный альянс НАТО. Это очень сильная позиция, это позиция, что и Британия, кстати, опять же, демонстрирует в этом плане лидерство, потому что, напомню, с начала войны именно Британия взяла на себя функцию ключевого партнера Украины, который, собственно, как раз таки уже и формировал вот эту проукраинскую коалицию, куда вошло множество, практически 50 государств и так далее. Вот сейчас Британия, опять же, фиксирует новый тип союзнических отношений, где четко говорит, что да, мы будем с Украиной каждый год, гарантированно Украина будет иметь такие-то объемы военной, финансовой и любой другой помощи, которые необходимы для защиты своих суверенных прав. Это сильный, действительно, исторически важный момент. Он фиксирует то, что Украина является сегодня, по сути, начинает являться членом совершенно других союзов. Не традиционных там постсоветских союзов, куда постоянно тянет Украину, тянула, вернее, Украину Российская Федерация, а именно перспективных и с экономической, и с финансовой, и с военной точки зрения союзов, которые действительно намного больше дадут Украине. Да, что ж, действительно, историческое соглашение. Мы благодарны нашим союзникам, премьер-министру Великобритании. В целом, Великобритании только что мы видели кадры подписания этого исторического документа. Что ж, спасибо, Михаил, и вам за эту беседу. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был в эфире телеканала Freedom. До новых встреч, спасибо. До свидания. Подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.